17 том книги открытым оком вопрос номер 3148 тема община если не отрицается благодать в патриархии тогда почему же членам вашей общины до последнего времени не разрешали даже детей причащать в их храмах отвечает Игнатий Тихонович Лапкин главное в таких вопросах в том что были частные мнения при начале раскола потом эти мнения были как бы узаконены неофициально и кто не разрешал причащаться он тоже хотел добра чтобы победить зло не закрепить бы отступничество письмо священномученика митрополита Казанского и Свияжского Кирилла Смирнова по вопросу о местоблюстительстве в православной русской церкви кавычки открываются 17 строки ваши полные снисходительности и доверия ко мне грешному доставили мне глубокое утешение спаси вас Господи вас огорчает моя неповоротливость и кажущаяся вам чрезмерная осторожность простите за это огорчение еще потерпите его на мне не усталостью от долгих скитаний называется оно у меня а неполным уяснением окружающей меня и всех нас обстановки ясности этой недостает мне не для оценки самой обстановки а для надлежащего уразумения дальнейших из нее выводов какие окажутся неизбежными для ее творцов проведение их в жизнь вероятно не заставит себя долго ждать и тогда наличие фактов убедит всех в необходимости по требованию момента определенных деяний но разве мало существующих уже фактов можете спросить вы да их немало но восприятие их преломляется в сознании церковного общества в таком разнообразии оттенков что их никак не прикрепить к одному общему стержню необходимость исправляющего противодействия сознается но а общего основания для него нет и митрополит сергий хорошо понимает выгоду такого положения и не перестает ею пользоваться в одном из двух писем ко мне он не без права указывает на эту разногласицу обращаемых к нему упреков и потому конечно не считается с ними обвинение в еретичестве даже самое решительное способно только вызвать улыбку на его устах как приятный повод лишний раз своим мастерством в диалектической канонике утешить тех кто хранит с ним общее по уверенности в его полной безупречности в догматическом отношении между тем среди них немало таких которые видят погрешительность многих мероприятий митрополита сергия но понимая одинаково с ним источник и размер присвояемой им себе власти снисходительно терпят эту погрешительность как некое лишь увлечение властью а не преступное ее присвоение предъявляя к ним укоризну в непротивлении и следовательно принадлежности к ересе мы рискуем лишить их психологической возможности воссоединения с ним с нами и всегда навсегда потерять их для православия ведь сознаться в принадлежности к ересе много труднее чем признать неправильность своих восприятий от внешнего устроения церковной жизни нужно чтобы и для этого прекрасно души властные утверждения митрополита сергия уяснились как его личный домысл а не как право пока пока ящиеся покоящиеся на завещание святейшего патриарха всем надо осознать что завещание это никоим образом к митрополиту сергию и ему подобным не относится восприять патриаршие права и обязанности по завещанию могли только три указанные в нем лица и только персонально этим трем принадлежит право выступать в качестве временного церковного центра до избрания нового патриарха но передавать кому-либо полностью это право по своему выбору они не могут потому что завещание патриарха является документом совершенно исключительного происхождения связанного с соборной санкцией только с личностью первого нашего патриарха поэтому со смертью всех троих завещанием указанных кандидатов завещание святейшего тихона теряет силу и церковное управление созидается на основе указа 7 7 по старому 20 по новому стилю ноября 1920 года тем же указом необходимо руководствоваться и при временной невозможности сношения с лицом несущим в силу завещания достоинства церковного центра что и должно иметь место в переживаемый церковно-эстрический момент иное понимание патриаршего завещания утверждаемое митрополитом сергием привело уже к тому что завещание составленное для обеспечения скорейшего избрания нового патриарха стала основой для подмены в церковном управлении личности патриарха как какой-то коллегиальной патриархии почет ли на этом начинании митрополита сергия благословения божия мы не дерзаем судить доколе законный собор своим приговором не изречет о нем суда духа святого но как и все обновленчеству сродное не можем признать обновленное митрополитом сергием и церковное управление нашим православным при преемственно идущим от святейшего патриарха Тихона и потому оставаясь в каноническом единении с патриаршем местоблюстителем митрополитом Петром при переживаемой невозможности сношения с ним признаем единственно закономерным устранение церковного управления на основе патриаршего указа от 7 по старому 20 по новому стилю ноября 1920 года твердо верю что православный епископат при братском единении и взаимной поддержке сохранит с божьей помощью русскую церковь в исконном православии во все время действенности патриаршего завещания и доведет ее до законного собора сдается мне что и вы сами и ваш корреспондент не разграничиваете тех действий митрополита Сергия и его единомышленников кои совершаются ими по надлежащему чину и в силу благодатных прав полученных через таинство священство от таких деяний кои совершаются с превышением своих сакраментальных прав по человеческим ухищрениям в ограждение и поддержание своих самоизмышленных прав в церкви таковы деяния епископа Захарии Глобова и священника Потапова о коих вы упоминаете это только по форме тайнодействия а по существу узурпация тайнодействий а потому кощунственны, безблагодатны, не церковны но таинства совершаемые сергианами правильно рукоположенными во священнослужении незапрещенными являются несомненно таинствами спасительными для тех, кои приемлют их с верою в простоте, без рассуждений и сомнения в их действенности и даже не подозревающих чего-либо неладного в сергианском устроении церкви но в то же время они служат в суд и осуждение самим совершителем и тем из приступающих к ним, кто хорошо понимает существующую в сергианстве неправду и своим непротивлением ей обнаруживает преступное равнодушие к поруганию церкви вот почему православному епископу или священнику необходимо воздерживаться от общения с сергианами в молитве то же необходимо для мирян, сознательно относящихся ко всем потребностям церковной жизни кавычки закрыты, февраль 1934 года акты, страница 701-702 книга второзакония, 29 глава, 29 стих сокрытое принадлежит Господу Богу нашему а открытое нам и сынам нашим до века чтобы мы исполняли все слова закона сего людям свойственно пытаться входить в то, что только Богу подвластно так и судить о невидимой стороне таинств 3 книга Маковейская, 1 глава, 11 стих ему сказали, что не следует этого делать ибо никому и из своего народа не позволительно входить туда и даже священникам но только одному начальствующему над всеми первосвященнику и при том однажды в год но он никак не хотел слушать нам не привыкать к тому, чтобы экономить копейки, крошки, ниточки учесть донашивать, беречь, не тратить на обновки довольствуясь лишь тем, что уже есть прочтет богач и даже не вздохнет скривит рот безразмерный на ухмылку шикарно хвалится и пыжится в захлеб свой образ жизни восхваляет пылка а я смотрю на старые дома купечество веков уже ушедших как рвали под себя, сходя с ума от их балов не обретешь и места заирило, затерло, подмело и многих имена не сохранило с их именем-то город, то село потом сменили красные громилы никто не умирает, живы все но где они, в раю или в аду от наших дел и слов взойдет посев и востократ ли добротой взойдут попы лютуют пронародный дух победоносным войнам лепят аллилую мучительствуют над толпою выживших старух и лгут на истину, увы, на пропалую не слово о Христе, живущем бедно отвергшего лукавого услуги поп Библию считает книгой вредной а свет ее бацилл заразных губит не бедность зло, а бедным быть духовно не жить и для ближнего, талантов не развить отвергшие Христа в гиене стонут кровь ближнего, кто пьет, есть сущий паразит пройдет и то, и это, и сотрется из памяти людской, но не у Бога полезно черствое и отдохнуть на жестком быть рыбой у Христа не осьминогом 27 мая 2006 года Игнатий Лапкин